Приветствую вас! Давайте сразу определимся с тем, во что верите вы. Дело в том, что если вы в гороскопы верите, то я полагаю, что это является единственной верной истиной для вас. Потому что гороскопы, они в вашем случае как-то вот помогают корректировать, систематизировать, структурировать жизнь. Может быть даже себя структурировать, свою какие-то, ну, лучше позволяет понять себя вам, да, и так далее. То есть, если вы в гороскопы сами верите, то не нужно разубеждать себя в обратном. Не нужно, как бы, спрашивать вот, а верит ли кто-то другой, да, верит ли кто-то другой в гороскопы. Вот. Понимаете? Не нужно. Потому что вам будет тяжело, если в этой вере вас, например, разобедят. Единственная причина, по которой вы можете отказаться от этой веры, да, это вера, это такая причина, что вам наносится вред. То есть, вы настолько верите в гороскопы, да, что уже вот прям, вы чувствуете, как, ну, явно проигрываете. То есть, вы именно больше проигрываете, а не выигрываете от этого. И вот в этом случае, да, отношение к гороскопам стоит перед на пред. Значит, как люди-ученые, мы, по крайней мере, я считаю, что гороскопы появились не на пустом месте, потому что иначе бы это не работало, да, то есть, ну, должны быть какие-то, должно быть какое-то рациональное зерно у гороскопов. Вот, например, мой коллега говорит об исследованиях ученых, вот, и я ему верю, кстати говоря, я верю ему, верю, что такие исследования есть, они действительно проводились, вот. То есть, я не считаю, что в гороскопах нет какого-то зерноистины, но опыт мой показывает, что там, где есть такое вот мистическое немного интуитивное знание, оно всегда очень ограничено. интуитивное знание, и оно преувеличивается очень сильно. То есть, если кто-то как-то когда-то предсказал, углядел связь, корреляцию между чем-то, то совершенно не факт, что эта связь действительно существует, и совершенно не факт, что этой связи нет. Но проблема заключается в том, что эта связь случайна. То есть, ее можно угадать, а можно и не угадать. Понимаете? Понимаете? Можно не угадать связь. И подобная нестабильность в проявлении этой связи делает ее, на мой взгляд, практически непременимой к реальной жизни. С другой стороны, если человек внушаемый, да, то есть, если человеку вот сказали, он будет думать, а вот, то вот я действительно так, а вот это действительно поэтому, то на него будет, безусловно, оказывать влияние знака зодиака, гороскоп. Можно ли назвать внушаемость подтверждением того, что гороскоп работает? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нельзя. Но люди могут, в общем и целом, считать по-своему. То есть, если вы, например, считаете, что степень внушаемости человека определяется, значит, степень внушаемости человека определяет истинность, истинность гороскопов, то это ваше мнение, это ваша позиция, это ваш выбор. С другой стороны, смотрите, одно дело, если уже родившемуся человеку сказать, что вот у тебя такой знак зодиака, и ты вот такой, и внушать ему это. Это одно. Другое дело, если сказать, что вот человек родится под таким знаком зодиака, допустим, ну рассчитать, рассчитать его растения там и так далее, вот. И предсказать, как бы, как бы предсказать, что вот он, например, будет таким-то. И посмотреть, будет он таким или нет. Это куда более интересный момент, но вряд ли подобные, значит, исследования проводились. Ну вот, кроме того, что сказал мой коллега, опять же. То есть, если мой коллега имел в виду именно эти исследования, то я полагаю, что они действительно имеют место быть. Я полагаю, что они действительно, эта связь есть. Вот. То есть, связь именно вот с рождением ребенка. То есть, если ребенок родился, например, в одно время суток, то он, соответственно, будет склонен больше, как зимность и ночь. Если ребенок родился в холодное время суток, то он будет больше любить, там, жару и так далее. Вот. Можно ли говорить про характер? Понимаете, психологи очень скептически относятся к корреляции. Очень скептически относятся к корреляции. И, на мой взгляд, это не просто так. То есть, не случайно корреляции не доверяют. Ну, именно вот психологи не доверяют корреляции, потому что связь можно увидеть абсолютно с чем угодно. Вот. Но говорить о том, что связь является закономерностью, ну, на самом деле, весьма недальновидно. Вот. По мнению, значит, психологов, да и, в принципе, по мнению моему тоже. Вот. Я, как коллега, разделяю это мнение. Вот. Поэтому, не отрицая рациональное зерно гороскопов, я оставляю открытым вопрос о том, что это за рациональное зерно, что оно из себя представляет это рациональное зерно, как оно себя проявляет это рациональное зерно. Вот. И, соответственно, можно ли опираться на него, да, на это рациональное зерно, можно ли на него опираться, значит, при принятии решений. Вот. На мой взгляд, это очень важно. На мой взгляд, это едва ли не самое важное. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому, я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос, на ваш. На этом, в принципе, всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Я желаю всего самого доброго и удачи. Приятно. Подписывайтесь на мой взгляд. Еще два. Значит, сегодня я божий relief.